Друзья, здравствуйте! Сегодня мы продолжим разговаривать о концепции 1.3.2 и посмотрим ее развитие. Более того, мы сегодня протянем связь между концепцией 1.3.2, которая является библейской сакральностью, к восточной даосской сакральностью и сделаем очень интересное и неожиданное открытие для себя. Затем у нас концепция 1.3.2 свяжется с прошедшей большой игрой 2020, которая проводилась недавно в Середняково. И коснемся того, что эта концепция свяжет наши мысли с мыслями Светланы Драган, которые она высказывала в одном из последних видео о связи человека с высшими мирами. Ну и в конце видео я объявлю конкурс на розыгрыш игрушек, которые я разработал сам, в которых заложены символы, опять же, 1.3.2 и символы проекта Ума, которым я занимаюсь. Ну и в конце приглашу тех людей, которым интересен проект Ума, присоединяться к нему. Вернемся к концепции 1.3.2. Я вам напомню, что суть и база этой концепции строится на том, что весь этот мир физический, в котором мы живем, делится не на 2, а на 3. И это мы показывали на примере эксперимента с салфеткой, когда мы ее разорвали, и она разорвалась у нас не на 2 части, а на 3 части, включая звук. И только цифра делится на 2 части без остатка. 4 мы делим на 2, получаем 2 без остатка. А все остальное делится на 3 части. И эту модель мы соотнесли с библейскими текстами, прежде всего, первым днем мы разбирали, где у нас вырисовалась последовательность создания нашего мира, как последовательность 1.3.2. А расшифровка показала, что разум у нас являются слова в начале. 3 представлены тремя словами. Это создание неба, земли и духа, который носился над водами. А двойка представлена двумя сущностями, как свет и тьма. То есть, это произошел запуск времени, наполненного духом. Сейчас я постараюсь визуально нарисовать то, что мы разбирали в предыдущем видео. Достаточно быстро, чтобы перейти к следующим этапам наших исследований. До раза была непознаваемая истина, которая проявилась в разе. Этот раз имел вектор. Этот раз проявился, разделился на три части. Мы его сделаем, нарисуем элипсом в данном случае. В определенной проекции. Он состоял базовый из трех частей. Это, как мы говорили, вещество, земля, энергия, дух и информация, небо. Это у нас в данном случае тройка. То есть, раз, три. Двойка же проявилась символом линии с вектором направления. И этот символ находится в преподикулярном отношении к плоскости тройки, выворачивая тройку в конус. Свет-тьма, имеющий направленность. Таким образом создалась модель, которая делит тройку на бесконечную. Это двойка у нас. Со смыслами время-дух. Таким образом создалась модель, которая может тройку уделить на бесконечное количество частей, создавая множество бесконечных смыслов. Потому что наша жизнь – это круговорот вещества, энергии, информации. И двойка же запустила время, которого на этой стадии не было. Таким образом создалась модель. Модель смыслов. Раз, три, два. Это был первый день. Интересно, что образом, объединяющим все эти смыслы, в первом дне показана вода. Ну, здесь и напишем – вода. И таким образом мы подошли ко второму дню. И уперлись с него. И мы понимаем, что первый день – это день нереальных воды, нереального вещества, нереальной информации и энергии. Это смыслы, мысли. Соответственно, дальше необходимо перевести эти смыслы, и смыслы перевести что-то обвеществленное. И на втором дне, если мы читаем бытие, появляется… Бог создает твердь. И далее существует только твердь. У Гейдара Джамали есть прекрасный образ, когда он говорит, что мысль Аллаха была вывернута как из позитива в негатив, в наше сущее бытие. Именно так и происходит здесь. Появляется твердь. И эта мысль выворачивается в наш твердый мир, в котором мы живем. И что у нас здесь появляется? У нас здесь появляется вода. То есть, смыслы воды были созданы в модели, а начиная со второго дня, эти смыслы воды были вывернуты в наш твердый мир и появились в веществе твердого мира. Это второй день. А если мы пойдем далее, то мы увидим, что на третьем дне произошло создание растений. Это у нас третий день. На пятом дне у нас появились рыбы-птицы. И на шестом дне появились звери и человек. Как вы понимаете, все смыслы генерировались здесь и потом они выворачивались в реальный мир. То есть, происходила модель деления. То есть, расширение через деление происходило. И что получалось? Что информация, мысли формировались в модели, выворачивались в твердый мир. Мы пропустили, здесь заметили четвертый день. В четвертый день был создан канал связи. Звезды на тверде, которые через знамения посылали необходимые информации о том, что происходит здесь. Потому что, если посмотреть вот так, то мы поймем, что что наверху, то и внизу. Это то, о чем говорила Светлана Драган в своем видео. О том, что те события, которые мы сейчас видим в нашем мире, как взаимодействие людей, борьба и так далее, это отображение того, что происходит в невидимой его части и в виде информационных всполохов, которые мы отображаются на небе в виде знамений, которые являются расположением звезд и так далее, которые можно прочитать через астрологические карты. Давайте теперь возьмем и начнем работать с этими треугольниками. давайте нарисуем создание в которой был раз в конечном итоге, первый день объединенный, начало первого дня и в результате которого у нас появились люди. в первом видео говорили о том, что согласно модели раз-три-два первым появилась женщина, а не мужчина. Там мы это достаточно подробно разбираем, почему это произошло. Условно разделим этот треугольник на мир смыслов и твердый мир. Здесь у нас был раз. Соответственно, это уровень начинал начало первого дня, это уровень шестого дня и здесь у нас соответственно модель раз-три-два. Это модель деления, которая создала привела к появлению человека. Интересно то, что какими были эти люди. То есть, в шестом дне написано о том, что Бог хотел создать человека по образу и подобию своему, но фактически создал по образу его на шестом дне. То есть, подобие не было создано. О чем это говорит? Гейдар Джамаль говорил о том, что это были люди золотого века, у них не было языка и общались они друг с другом телепатически. А телепатия предполагает собой можно догадываться о том, что общение происходило в режиме реального времени, онлайн. А если общение происходило в режиме реального времени, то можно предположить, что у них не было сценариев, истории. То есть, что вижу, то и передаю. То есть, я живу в мгновении, вечном мгновении. А если я живу в вечном мгновении, это так называемый золотой век, который называл его Гейдар Джамаль и телепаты, которые в нем были. То есть, они не формировали смыслов. То есть, смыслы формировались здесь и поступали сюда. Не было обратной связи. То есть, не было сценария, языка не было. И появление Адама изменяет ситуацию принципиально. Потому что Адам получает имена. Он получает язык. Более того, создание Адама происходит по определенной внедрению Адама в этот мир происходит по определенной модели. И это модель 3-2-1. Давайте посмотрим, как соотносится модель 1-3-2 и 3-2-1. Мы разбирали в первом видео. Напомню вам. 1-3-2. 1-3-2. Модель деления, которую мы разобрали до этого. деления. Если есть модель деления, мы предположили, что есть модель синтеза. Это модель синтеза 3-2-1. Мы разнесли его так. 3-2-1. Соединили. И потом соединили таким образом. И у нас получилась формула ДНК. ДНК имеет такую же структуру. Как был создан Адам? Начиная во второй главе описано. Адам был создан следующим образом. Перстами была взята земля и в нее был вдохнут от Духа Святого. То есть частица раза. Взяты были две части земли. Это звонкая глина и глухая глина. То есть 3 это две части глины плюс частица раза. Соединены сначала две части глины. Появилось 2 3 превратилось в 2 и потом частица раза духа была вдохнута и стала единицей. Вдохнул в него в Адама. Появился Адам. Адаму были даны имена. То есть у него появился язык. А язык сильнее телепатии и вытесняет телепатию. То есть телепатия с общиной Адама телепатия исчезла. давайте подумаем то есть Адам начал формировать смыслы. А если он стал формировать смыслы то какая же его оказалась задача. Это модель синтеза. Условный Адам. Смотрите если мы единицу завернем сейчас начнем заворачивать сюда скручивая то она придет к единице и соединиться и таким образом у нас получится круг. Можно вот так нарисовать. Вот единица три два Эта единица сюда пришла стала сюда единица это сюда соответственно тройка и это двойка сюда и они соединены то есть получился получился круг при том что движение у круга начинается разное создается создается напряжение почему потому что здесь движение начинается один три два вот отсюда один три два а здесь начинается движение три два один вот отсюда три два один то есть на один шаг у них движение отличается друг от друга то есть оно начинает крутиться скручивать давайте эту такую модель перенесем сюда то есть что получается задача Адама получается общину вернуть к разу Адам в которого был вдохнут раз формировал смыслы задачи которого привести к разу общину людей то есть это модель 3 синтез 2 раз смотрите какая здесь интересная получается модель к который у нас есть раз единицы это тоже раз 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 теперь и здесь у нас есть тройка двойка двойка тройка теперь задача Адама было привести сюда к этому разу первичному разу от Бога соответственно давайте представим себе здесь надо включить пространственное мышление и мы начнем тянуть вот эту вот этот раз в сторону в сторону вот этого вот вот этой точки этого раза и здесь не аннигиляция но они будут превращаться в единое целое в одно целое то есть как только начинает тянуться вот эта часть затягиваться и внутрь уходить сюда превращаясь единое то в этот момент когда она затягивается вот эти две точки тоже пойдут сюда ну то есть все четыре раза сольются в один раз и вот эта часть фигуры начнет крутиться вокруг 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 единой точки раза что мы получим в итоге мы получим вот такую фигуру здесь у нас будет раз в которой сошлось сошлись эти точки здесь у нас будут конусы кручение создастся здесь у нас тоже будет конус и как у нас здесь было 3 2 3 2 2 3 3 2 2 смотрите какая исключительно интересная произошла метаморфоза во-первых это треугольник наша дельта датна на наш на на наша модель то есть 1 3 2 с движением сюда а здесь 1 3 2 с движением в обратную сторону при том что тройка без двойки нигде не может существовать они друг другом полностью связаны но это еще не все давайте нарисуем это чуть-чуть под 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 модифицируем что такое тройка это нечет что такое двойка это чет 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 нечет раз единица нечет и смотрите у нас появилось три уровня четов нечетов давайте попробуем создать все возможные варианты взаимодействия этих четов и нечетов поехали нечет 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 чет чет нечет чет нечет чет нечет чет чет нечет чет нечет нечет а что такое раз а ведь раз это движение от нуля и до единицы то есть она объединяет себе это и движение и единицу и 0 а 0 что такое 0 это чё то есть раз может быть и чё там и нечетом соответственно мы добавляем сюда чё и продолжаем такую же деятельность нечет чёт нечет нечет чёт нечет нечет чёт чёт нечет чёт 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 нечет чёт 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 нечет 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 мы с вами только что вскрыли генезис кода перемен моделью раз 32 который отображает библейскую сакральность а это восточная даоская сакральность и они друг с другом связано это невероятное открытие потому что она дает пищу для очень глубокого возможное изучение дальнейшем здесь конечно бы было бы очень нужны знания андрей петровича девятого я могу посадить то что раз 32 мы уже понимаем что то то есть если раз 32 привела нас к коду перемен и вскрыла генезис коды перемен значит это работает еще раз то есть она и днк подтвердилась а здесь она привела еще к одному сакральному знать и связала два сакральных два знания вместе то есть здесь возможно колоссальная исследовательская работа в дальнейшем на этом бы можно было бы закончить это видео но хочется продолжить дальше и давайте теперь поговорим как это можно провзаимодействовать с большой игрой которая недавно состоялась у нас такая картинка была двух соответственно треугольников давайте ее сюда перенесем как у нас здесь была раз 32 и соответственно раз 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 смотрим раз три два и от одама пошло раз раз у нас здесь два треугольника дать попробуем их нарисовать немножко по-другому криво начал как и это большая игра но только взаимодействие здесь приходит не три пары а два треугольника давайте поймем а кто же в этой большой игре и кто сидит кто кто из себя представляет распишем эти два треугольника у нас есть раз три два раз три два и есть треугольник 1 1 1 1 3 2 это модель создания нашего мироздания в нем есть три части базовых часть которые описывают и создают все разнообразие этого мира значит у всевышнего должна была быть бы три договора с каждый из этих частей и они есть это завет с моисеем тройка это круг это любовь это евангелие с иисусом и двойка дух это коран с мухаммадом таким образом у нас первый треугольник занимают троичные иудеи ду раскольные православные и ислам мы поняли да ранее что раз это не только единица но это также не только нечет но это также и чет а если это четко это прекрасно вписывается четно мышление китайцев так как она право полушарно конкретно символическое то есть это китайцы это модель иезуитов с их черным солнцем мыслительными оговорками и пробабелизмом и иезуиты и черно-белые квадраты иллюминатов представляешь собой модель вавилон то есть у нас здесь получается китайский проект европейский проект и вавилонский но вавилон притом интересно что эти два треугольника они находятся не мне кажется больше не в борьбе а взаимодействие почему потому что цели у этих обоих треугольников одни и те же то есть прийти к разуму и можно нарисовать чуть-чуть по другому то есть вот я так постараюсь нарисовать верхний треугольник как-то вот так я смотрю с него снизу вверх и это и нижний треугольник моя точка зрения вот отсюда происходит между ними находится раз эти два треугольника стремятся к разу только своим путем то есть если играть не по парами то есть можно было бы попробовать такую партию сыграть и посмотреть как это будет взаимодействие когда будет по двум треугольникам то соответственно выявится тоже какой-то из них победитель ну а дальше кто в этом победители будет главным достаточно легко будет определить по модели связки трех сил три силы где есть активная есть пассивная и таким образом появится тот кто рулит в тот момент процессе внутри то есть соответственно тройки которая находится но рулит поле при том что самое интересное что что здесь вот эта модель двух треугольников она прежде всего работает не с элитами когда было взаимодействие двоичная то есть это было обращение к элитам прежде всего да то здесь идет обращение к народам то есть это горизонтальные истории то есть здесь надо обращаться прежде всего к народам ислама народам вавилона народам православным и так далее то есть это больше относится к модели ума потому что ума горизонтальная модель и соответственно таким образом это дает некоторые некоторые подсказки куда двигаться проекту ума и на самом деле такая модель подсказывает и что дальше делать со всей этой истории вот какие мысли и к чему пришли дальнейшее развитие концепции раз-три-два она прежде всего показала нам вот это открытие которое конечно же очень интересно вот друзья я хотел бы сказать что я был несказанно рад когда услышал обращение андрея пахунова о том что наконец-то достигнуто дружеское взаимодействие между между школой здравого смысла и институтом правды и институт правды своих роликах тоже стал приглашать подписчиков института правды подписаться к каналу школы здравого смысла это круто ура мне кажется прям это такое радостное событие потому что молодцы все мне кажется да и и андрей петрович и Александр Горанович и Дима передня и Михаил Юрьевич Лермонтов и Владимир Владимир Викторович все кто участвовали процессе который привел к такому позитивному прекрасному результату и со своей стороны я бы хотел бы может поддержать эту историю и хотел бы разыграть игрушку которую я придумал который несет в себе смыслы умы и смысл проекта раз-три-два в чем проявляется смыслы умы в уме есть три символа то есть это символ треугольник символ квадрат и символ круг символом треугольника представлен город символом квадрата представлен место в городе и символом круга представлен человек Соответственно, в какой-то степени можно говорить, что человек движется между небом города и местом земли При том, что здесь эти символы отображаются на каждом из этих В данном случае квадрат представлен кубом, треугольник представлен тетраэдром Человек представлен шаром, на котором есть символы таланта, которые у него есть, человека, место в городе и города вместе Таких игрушек сделано немного Я хотел бы предложить вашему вниманию 10 самых лучших из них Которые желтые позолоченные, а белые посеребренные И разыграть между теми подписчиками, которые являются и подписчиками Для того, чтобы разыгрывать, необходимо подписаться и на канал Институт правды, и на канал Школы здравого смысла И это первое и единственное условие, которое существует То есть, если вы хотите поучаствовать и получите такую игрушку Это фингер-тоис, это игрушка Успокаивает нервы Таких нету Она единственная, которая существует в проекте ум Соответственно, нужно играть по-разному Вот Как это будет происходить? Кто хочет участвовать в розыгрыше Подпишитесь на оба канала После этого поставьте по два плюсика в комментариях о том, что вы участвуете И где-то возьмем промежуток порядка двух недель после выхода этого видео И по прошествии двух недель с помощью генератора случайных чисел Выберем победителя и отправим им игрушки Таким образом появится какая-то связь И мне кажется, это прям такое Тоже какая-то линия протянется между людьми Между каналами Между проектами Хотел бы также тем людям, которые заинтересовались проектом Ума В котором заложены смыслы раз-три-два и поставлены интересные задачи Если им интересно подключаться к проекту Ума То есть хочу вам сказать, что на данный момент Android-версия практически сделана iOS дорабатывается То есть запуск обоих версий не за горами И мы создали простую лендинговую страницу Она называется ума.world Вы можете ее посетить И на этой странице есть описание Но самое главное, что вы там можете оставить заявку Заявку, чтобы стать партнером со хозяином этого проекта Для этого нужно будет работать Работа будет заключаться в том, чтобы общаться внутри этой Умы И если это сделать То у вас появляется возможность получить долю в Уме Внутри 31% Которой являться будет продающейся долей Есть большое ощущение, что Ума может стать проектом не менее большим, чем Фейсбук Отдавая свои чувства через общение, развивая проект У нас появится возможность помочь себе и помочь своим семьям И помочь другим Поэтому задача ключевая, которая будет заключаться в Уме после запуска Это как можно быстрее достичь определенного параметра людей Чтобы мы вышли на второй уровень уже как со-хозяева Вышли на второй уровень финансирования Которое, я думаю, что все же это будет больше такое народное финансирование Так как проект будет раздаваться Вот, поэтому Подключайтесь, заходите Для того, чтобы собрать больше заявок Зовите своих друзей Шерьте это видео Приглашайте всех друзей На каналы Школы Здравого Смысла На каналы Института Правды До свидания Спасибо